В эфире программа Доброе утро, Британия. Мы рассказывали, почётный президент и руководитель в прошлом Формулы-1 Берни Экклстоун сказал следующее. Я всё ещё готов закрыть его от пули. Я бы не хотел, чтобы это было больно, но я по-прежнему готов это сделать, потому что он первоклассный человек, и он убеждён, что то, что он делает, хорошо для России. Вторые сутки его в песочек присоединилась к акции и танкист Калистрас. Берни Экклстоун раскрыл, что восхищается российским президентом. За последние годы он также вызвал споры после заявления о том, что Владимиру Путину следует управлять Европой. В эфире программы Доброе утро, Британия. Экклстоун заявил, что всё ещё готов встать под пулю ради человека, который послал войска на Украину. То, что говорит Берни, меня уже не удивляет. Он любит заявлять нелепые вещи, чтобы попасть в заголовки газет, казаться значимым. Я был огорчён услышать эти заявления, поскольку они расходятся с мнением большей части остального мира. Но Берни находится в подобном состоянии уже довольно долго. Формула-1 дистанцировалась от комментариев своего бывшего руководителя Бернарда Эклстоуна после того, как он заявил, что встанет под пулю ради Владимира Путина. Представитель Формулы-1 заявил, что комментарии Бернарда Эклстоуна – это его личное мнение, и оно резко контрастирует с современными ценностями нашего вида спорта. Формула-1 решила дистанцироваться от своего бывшего главы Бернарда Эклстоуна после заявления о том, что он встанет под пулю ради Владимира Путина. В необычном интервью магнат мотоспорта описал российского президента как первоклассную личность и вступился за его вторжение на Украину. Дэвид, о чем, черт побери, Берни Эклстоун вообще думал? Это абсолютно немыслимо. Он оторван от реальности. Когда я только это услышал, я подумал, что он нанюхался всех этих автомобильных выхлопов. То, что он сказал, абсолютно немыслимо. Этот комментарий поразителен, абсолютно поразителен. Мне эти комментарии Берни Эклстоуна кажутся абсолютно поразительными. Владимир Путин явно токсичная личность, и премьер-министр был прав, сказав это. Видеть апологетов Путина, когда на экране телевизора можно видеть те ужасные вещи, которые происходят на Украине, ужасные страдания украинского народа.